Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, мы продолжаем играть вместе с нового пацана. Пока получается всё классно, уверенно. Соответственно, я так и не успел прочитать ваши комментарии, потому что практически сразу записываю после предыдущей серии, что же там дальше нужно было делать, как получить бонусные проценты в Первом мире. Но в прошлой серии мы, как бы там ни было, закончили Первый мир. Не просто закончили, как мог бы любой человек закончить, а закончили его на 100%. Чёрт возьми, это моя мечта сбывается прямо на моих глазах. Но опять же, если я так сейчас на это всё рассчитываю, я могу быть разочарованным, потому что тёмные версии поздних миров могут оказаться просто для меня непосильными, и я забью на эту идею. Но всё-таки. Кроме того, мы с вами в прошлой серии закончили светлую сторону больницы Второго мира. И нам осталась тёмная сторона больницы для того, чтобы полностью закончить и Второй мир. Это будет очень круто, и мы быстро с этим справляемся, я так думаю. Бэктрек, уровень 2.1. Что? Ты кто? Охренеть! Господа, я... Мы в прошлой серии получили с вами Джозефа, робота. Робокрут бездушный. Клейкий, зудящий. Но! Что это за Элиен Хоминид? Что это за персонаж? Я не... Когда мы его успели получить? Это очень странно. Давайте за него поиграем. Смотрите, какой он жёсткий! А что он умеет делать вообще? Просто прикол в том, что я этого персонажа не видел даже в чужих летсплеях. Я не знаю, друзья, это забавно. Так, ладно. Что ты умеешь делать? Может, он по потолкам умеет ходить? Потому что он как-то... Видите, он как... Не знаю. Я не знаю. Не знаю, что ты умеешь делать, парень. Он может драться умеет. Он выстреливает чем-то вниз. Вы видели? Это очень странно. Что ж, добро пожаловать и тебе, пришелец. Это очень странно на самом деле. Потому что я действительно не видел, когда ты ко мне пришёл. И я не видел в принципе тебя никогда в жизни. Прикольно. И музыка, кстати, подходит этому персонажу, правда? Так, как-то мне здесь нужно аккуратно отпрыгнуть. Ох, как-то так, да. Хотя, знаете, я погорячился, когда сказал... Я ведь говорил, по-моему, что каждый уровень можно пройти любым персонажем. Например, этот уровень никак нельзя было бы пройти хэдкрабом. Потому что у хэдкраба очень плохие прыжки. А вот здесь вот такой вот прыжок может совершить не каждый. Не каждый может смотреть в завтрашний день. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Слушайте, ну прикольно. Я люблю новых персонажей, люблю открывать. И, конечно, конечно, хотелось бы, как и в других играх... Да, ну аккуратно. Слушайте, мне ведь не надо даже на скорость теперь проходить тёмные миры. Мне бы хотелось чередовать персонажей, допустим, для разных уровней, да? Но просто, понимаете, мидбой... Да ладно, это лёгкий уровень, господи. Мидбой игра достаточно сложная для того, чтобы ещё экспериментировать с новыми персонажами проходить, которыми это было бы делать сложно. Поэтому я и прохожу по большей части только мидбоем. Тихо. Хорошо. Девушка, что с тобой? Почему ты? Почему ты стояла на стене? Ух ты, ё-моё, сколько жёлтеньких трупиков. Ха-ха, инопланетяне такие жёсткие. Слушайте, неужели мы получим возможность убивать врагов с помощью этого инопланетянина? Мне кажется, что мы с вами прошли какую-то варп-зону, и я просто слишком быстро нажал то ли пробел, то ли что-то, и не успел увидеть, что нам дали персонажа. Наверное. Так. Мы почти A-grade получили, но то не так и важно. Слушайте, этот уровень в тёмной его стороне выглядит точно так же, кстати. Главное сейчас смотреть бэндэдж на самом-то деле. Ребята! Да он вообще же не изменился! Погоди. Этот уровень вообще не изменился. Это так странно. Почему он не изменился? Ладно. Ну, этот точно изменился. Так забавно. И персонажи ведь перекрашиваются тоже в розовый свет, да? Знаете что? Тут даже я могу быть по большему счёту расслабленным. Ай. То есть просто получать удовольствие от прохождения, не торопясь. Ай. А как же ж мне не торопиться, когда я люблю это делать? Его начинает колбасить, я не смог прыгнуть. Ну, вы видели. Слишком высоко. Ну, поиграем пока, да? Ну, просто правда, мне жалко, когда столько возможностей у игры, столько персонажей разнообразных. Ах, блин. Мне же хочется это всё показывать. И самому, смотрите, вам показывать. Разумеется. Опять! Смерт вообще дежавю, блин, просто. У меня на самом деле просто уже идея фикс, понимаете? Проходить все уровни на скорость. И я не могу... Куда они колбасить? Ты же инопланетянин. Хоть ты имей разум. Инопланетяне ведь разумнее людей. Ну, я в этом уверен. Ладно, давайте всё-таки мидбэ выберем, потому что им будет проще. Розовый мидбэ. Что может быть круче? Смотрите, как он. За мидбэ проходить реально проще. Ладно. Что? Блин, слушайте! Ладно, неважно. Извините, что я немногословен, потому что, блин, пройти-то хочется. Грэйтэй плюс, видите? Что значит мидбэ? Так, всё, здесь... Вот что мы делаем. Вот. Кто бы ещё смог такое сделать? Джозеф смог бы, конечно. Да почему тебя колбасит? Джозеф бы смог, потому что он смог бы пролететь там. Это было бы даже проще. Ради сказать. Ух ты, ё-моё. Ух ты, ё-моё. Меня чуть не снесло тут нафиг. Ай, слушайте, я даже не обратил внимания, что меня там сдувает. Такое. Ха-ха, я еле выжил сейчас. Так, хорошо, погодите. Да ё-... Моё. Хорошо. Слушайте. Так, всё, дайте собраться. Потому что я в разобранном состоянии какой-то сейчас получаю чуточку. Мы вот что делаем. Не зацепили. Мы вот что делаем. Ем, 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 ем. Хорошо. Не зацепили. Ну, вот здесь не так и сложно, на самом деле, этот... Получить... Пластырь, но... Тем не менее. Главное просто не переживать. И сделать это спокойно. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ну, с первой попытки же получилось в прошлый раз. Ну, ё-моё. Хорошо. Так, всё, теперь просто аккуратно. Всё, хватит меня сдувать, а? Я не люблю, когда меня сдувают. Господи. Ты должен был... Я даже чуточку жалею, что сейчас начало серию сразу после той. Надо было хоть чуть-чуть отдохнуть, потому что у меня руки побаливают уже чуточку. Всего этого. Этот пластырь взять легко. Легко, легко, легко. Просто я, опять же, чуточку подустал, наверное, из-за этого всё. Вот в чём корень зла, ё-моё. Хорошо. Так. Так. И сюда. Нет, не годится. Да, ё-псель! Хорошо. Хорошо. Почти умер, на самом-то деле. Да, ё-моё, почему я не смог приземлиться на платформе? Всё, 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 сейчас нервы пойдут. Может быть, не пойдут, конечно. Знаете, вообще, когда у меня нервы? Когда я понимаю, что что-то... Лёгкое, а у меня это не получается. Вот тогда у меня реально нервы. А когда я понимаю, что не всё-то так и просто... Хорошо, хорошо. Давай, давай, родной. И последний. Хорошо. Всё, когда я понимаю, что всё сложно, на самом деле сложно, вот тогда это не так не бьёт по нервам, потому что... Ну, я понимаю, что я сделал всё, что мог, да? И просто, значит, нужно стараться, учить, как там дальше всё будет. Ну, вы поняли. А, там, там был этот, всё, я понял. Не колбасия. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, знаете что? Здесь где-то должна быть варп-зона. Я... Вон, а, вон она слева, всё. Да-да-да. Это, кстати, последняя варп-зона в этом мире. Не так-то их много, да? Я просто... Смотрел, когда... Видео... Где нам показывали доступ, как попасть в последнюю варп-зону, где мы были. То есть, когда надо было подобрать падающий ключ, помните? Вот. Тогда, тогда, тогда... Вот так. И сюда! Нет. Не смог рассчитать. Но я просто не понял, где это всё находилось. Там я увидел прохождение этого уровня и как там люди попадали в варп-зону. Поэтому, да. Просто откуда я-то тут всё знаю. Рука начинает болеть, блин. Надо всё-таки закончить эту серию. Не, ну, получается, уверенно. Но, опять же, прохожу участки уровней дольше, чем, в принципе, мог бы проходить. В ином случае. Да ё-моё! Опять хитбокс! Опять хитбокс! Я, по-моему, не дотронулся оттуда даже. Хорошо. Не каждый может завтрашний день смозреть варп-зона! Отлично! Супер Митбой, Тимит, Мистер Роуч! И не Мистер Вовсе, а просто М. Ага, у нас снова Атари. У нас снова Атари. Ха-ха, забавно. Действительно, забавно. Но здесь-то всё должно быть просто. На самом деле. Или же нет. Ха-ха, хорошо, что этот кусочек себе приберёг для будущего. Просто-то просто, но... Там у нас с вами Бэндэдж. Бэндэдж! Взяли, отлично. Второй уровень. Ой-ёй-ёй-ёй. Хорошо. Да! Зараза! Я не увидел, что там снизу тоже уже стреляют. Ладно, всё. Это опыт. Это опыт. Давайте всё воспринимать как опыт. Все общежизненные трудности я буду воспринимать как опыт. Твою мать! Опыт? Ха-ха, конечно. Опыт. Мать его. Опыт. Блин. Это неприятно на самом деле. Ладно. Самое главное, что это последняя варп-зона здесь. Поэтому особо сложно не должно быть. Ну, может быть сложно и будет, но опять же. Это всё временно. Плохо, на самом-то деле. Или нормально? Нормально. Тут сложнее всего Бэндэдж просто взять. Так, ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Тут-то не надо умирать. Это простой уровень. В общем-то. Хорошо. Опять получается, что я в прошлый раз как-то лучше проходил, да? А мы допрыгнем отсюда, да туда сразу! Плохая идея была. Хорошо. Опять. Опять то же самое, но ничего. В принципе, есть достаточно много времени, чтобы успеть спрыгнуть с платформы, которая исчезает! Да ладно! Опять получается, что в первый раз легче проходить. С другой стороны, в этом мире также, видимо, в тёмной его стороне будет где-то искажённый уровень. Такой же, как был там. Который, когда мы его откроем, появится как самый нулевой уровень в светлой стороне второго мира, да? Ну, если, опять же, всё будет одинаково, по сути. Так, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, что ж ты будешь делать? Так, всё, на карту, на карту выходим. Ах, не делай это. А может быть, уже где-то у нас был доступ к искажённой зоне, просто мы этого не заметили, да? Потому что быстро прошли уровень. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тогда было сразу отпрыгивать, что-то я завтыкал. Хорошо. Теперь вот так вот. Да, ну! Это же просто. Это же очень просто, ребят. Только не хватало мне сейчас тут застрять. Хорошо. Всё. Это самый лучший вариант. Вот так вот. Хорошо. Всё, всё. Фух, успокоились. Здесь пока тоже всё несложно. Ведь несложно, правда. Есть! С первой попытки. И что нам предложит третий уровень? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А как же ж мне тут... Так, всё, передышка, да? Да ё-я-яй-яй-яй-яй! Надо было прыгнуть, а я... Ох, ребят, это будет непросто. Это будет реально непросто. Чёрт, нет, 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 нет! Чёрт, зараза эдакая! Ах, сложнее всего здесь будет... А почему меня во второй мир кинуло? Погоди, я ж не хотел сюда идти. Странно очень. Почему меня именно сюда выкинули? То есть я должен был же появиться сразу в варп-зоне. 1977 она называется. По-моему, это год выхода этой самой Atari 2600. По-моему, не помню точно. Ай, хорошо. Ну, в принципе, в принципе, это всё реально, реально. Не так-то и сложно, по сути, правда? Хорошо. Ну, варп-зоны, они, конечно, всегда сложные. Тут ничего не поделаешь. Это факт. Ребята, если честно, я сейчас настолько мне повезло, мне кажется. Ладно. Что я наделал? Как так глупо можно жизнь тратить? Вот так вот. Хорошо. Вот так вот. Э, хорошо. Хорошо. И вот так, хорошо. Всё, 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 всё. Где там бендер? Как мне до него попасть? Хорошо. Сюда! Чёрт тебе подери. Ух, извините за мой крик, друзья. Не рассчитал, не рассчитал, не рассчитал, где надо будет приземляться. Хорошо. Но это не сложно, вы видите же, да? Как-то вот так вот летим. Всё, спокойно. Просто спокойно сейчас. И вот так прошли в арб-зону. Хорошо получилось, хорошо получилось. И взяли два пластыря и прошли в арб-зону. Всё, здорово, 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 здорово. Так, ну что, теперь проходим пятый уровень. Да. Тут мы уже всё знаем, как делать, правда? Хорошо, может быть, даже на A-grade получится. Но мне это не важно, на самом деле. Серьёзно, не важно. Хорошо. Главное, что в арб-зону прошли, и всё остальное, кажется, такими пустяками. Правда? Надо было сразу лететь, я не знаю, что я завтыкал. Хорошо. Хорошо. Как-то так, да? Нет. Нет, нет, нет. Хорошо. Теперь идём сюда, хорошо? Всё, вроде бы схватились. Дальше, дальше, дальше. Что дальше? Так, эти блоки ломаются? Нет, они не ломаются. Потому что мне изначально показалось... Оказалось, первый вариант. Всё, хорошо, хорошо получилось. На скорость не успели, но... Последнее, что нас тревожит. Так, снова у нас всё тёмное, и тяжело увидеть, если мы что-то пропустим. В арб-зоны искать больше, похоже, не следует, да? Потому что... Ну, нет, их больше здесь. Хорошо получается, по-моему, да? Куда мне идти, куда мне идти, куда я... Вот, всё, я вижу бэндидж. Я вижу бэндидж. Чёрт, подери. Ладно, уровень несложный. Сейчас ещё раз попробуем пройти. Хотя, опять же, первый раз получилось успешно. Дальше всё будет хуже. Не знаю, такая прям традиция получается. Не знаю. Так, 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 так. Первый раз получилось допрыгнуть, даже не дотрагиваясь дотуда. Тихо, тихо. Нормальный прыжок делаем. Всё. Без нервов. Потому что всё это реально просто. Так, ну ладно, здесь просто... Сейчас схватимся. Всё, сюда. Сюда, сюда, сюда. Блин, 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 блин. Всё в порядке. Живём пока что. Живём, живём. Жили. Компания есть такая, жили. Автомобили производят. Так. Опять, опять поторопился. Слушайте, а может быть такое, что на уровне будет сразу два пластыря, а не один? Мне кажется, такое вполне может быть, на самом деле. И я расслаблюсь, найдя первый бэндэдж. А кажется, что... Не всё так просто. Ух ты. Как я умудрился выжить сейчас, не знаю. На самом деле, вы поняли, да, почему я упал? Заколбасила. Колбасина. Так. Чёрт, 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 чёрт. Всё же, нет, держимся пока, держимся. Так, как бы мне оттуда попасть? Чёрт возьми. Руки устали, правда устали, друзья. Ну чё, надо с этим совладать как-то. Хорошо. Главное, что тут вообще всё очень просто. Ой, слушайте, можно и так... Что это за птички? А, всё, всё, значит, хорошо. Я хотя бы теперь убедился, что птички это просто птички, ничего более. Потому что... Я ведь думал, помните, что в первый раз... Что... Может, тоже какой-то секрет. Не знаю. Просто я помню Крок, игра на PlayStation про динозаврика. Там, когда ты подходил к птичкам, они тебя переносили в какую-то секретную зону. Может быть, здесь то же самое. Видите, опыт только мешает игровой. Задротский опыт. Это задротский опыт. Аллилуйя. Тихо. Так, девочка сверху. Не получилось. И мне беда. Как всё-таки до туда добраться? Вот так вот, нет? Нет, ну явно не так. Явно не так, конечно. Тут почему я тороплюсь, тоже вопрос на самом-то деле. Хорошо. Ну, вы знаете, пока что без нервов. Получается, меня это устраивает. Твою мать! Крик такой. Да не-не-не. Я не нервничаю. Я нервничаю, знаете, из-за чего? Из-за того, что у меня, блин, начинают пальцы реально болеть. И я понимаю, что вот это... То, что здесь происходит, что это очень просто. Если я часто умираю на каком-то моменте, это только лишь показатель того, что я потуску. Нет, смотрите, он слишком сильно дует. Не получится чисто вот наперекор ему. Так, ладно. Сволочи, эдакие. Думаете, что у вас получится заставить меня не взять этот бэндэдж? Ошибаетесь ты, в самом деле, сволочи. Жестоко ошибаетесь. Я уже в какой раз просто врезаюсь туда. На скорости. Ах, ё-моё. Рука, рука, рука. Акстись, акстись. Возможно... Я не знаю, сколько там по времени сейчас у нас эта серия уже идёт. Но, возможно, я... Закончу после этого уровня. Серию посмотрим. Посмотрим. По моему состоянию к тому моменту, как я пройду этот уровень. Потому что, блин, мне просто нужно отдохнуть. И если серия там получится 20 с чем-то минут, то это неплохо. Вспомните другие игры. Они там... Многие игры вообще... У них стандартная длина была. 20 с лишним минут. Амит был ведь сложный платформер. От него нужен отдых. Я не хочу вас приучать к тому, чтобы вы всегда ждали серии там по 40 минут и больше. Это, может, и неплохо, конечно. Потому что игра длинная и... Растягивать тоже особо не хочется. Правда? Удовольствие всё это. Ёмара. Но всё-таки... Но всё-таки могут и на до серии выходить и достаточно короткие. Это неплохо. Я не думаю, что это так уж плохо. Ммм. Да, друзья. Всё, подсел я. Конкретно подсел. Но и на этом заканчивать я тоже не хочу. Потому что... Понимаете всё сами. Не дело. Одно дело не закончить варп-зону, как я в позапрошлой серии, кажется, да? Я реально думал, что не закончу варп-зону, а закончу серию. И там, на самом деле, мне просто повезло, что мне получилось... Эту самую варп-зону закончить. Реально повезло. Но... Но... Там я был уверен и уже... Без совесть меня, короче, бы не замучило. Если бы я не закончил уровень и на этом... Не закончил, да, варп-зону и на этом закончил серию. Совесть бы не мучила. Это нормально. Так, ребят, я не знаю. Потому что... Его ещё и колбасит. Ну, посмотрите, я даже не могу уже нормально прыгать. И мне же не хочется, понимаете? Ну, будет 40 минут. И что? Вам-то тоже, наверное, не захочется смотреть, как я там фейлю. Посмотрите, я тупо даже не прыгаю. Потому что я не знаю. Я не могу уже. Пальцы болят и... Короче, нужен отдых. Нужен, несомненно, отдых мне сейчас. Так, всё, собрались. Давайте не торопиться. Может быть, что-то из этого и получится. Вот так. Хорошо. Всё, теперь просто аккуратненько проезжочек. Обалдеть. Я чуть не сдох сейчас. Ай! Заколбасило, господи. Фух, я же спотел. Капец просто, ребят. Так, ладно. Всё, наверное, будем на этом заканчиваться. Да, что-то здесь... Ооо, что-то... Мне это не нравится. Что-то здесь очень всё сложно. Всё, ребят. Спасибо за то, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока справляемся достаточно уверенно. Не без фейлов. И, конечно, сложнее и сложнее уровни становятся. Ну, справляемся. Справляемся. Больше варп-зон не осталось здесь. Осталось только где-то искажённое. Кстати, кстати, пока я не забыл. Напишите, пожалуйста, в каком уровне второго мира, то есть в тёмной стороне находится вот эта вот самая искажённая девушка, чтобы попасть на искажённый уровень. Потому что я ведь могу достаточно быстро пройти уровень, и она её не успеет заколбасить. Я и не пойму, где искать мне эту самую суперискажённую, суперсекретную зону. Всё. Жду ваших сообщений. Будет интересно почитать. Оставайтесь на линии, друзья. Нас ждёт ещё много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok